Мы приехали, ну и что я думал? Никого нету, я единственный. Но зато никто не будет мешать мне снимать. Ну что, друзья, мы давно на камере не виделись. Все начали спрашивать, что со мной случилось, почему я не разговариваю ни с кем. Вот, для вас записываю себя на камере. Значит, вот мы находимся в этом парке. И мы сейчас начнем гулять. Вот название парка. Это прошлая территория каких-то людей, которые здесь раньше жили. Они умерли давно, и город выкупил их участок, и сегодня это стал общественный парк. Уже темнеет, поэтому мне надо поскорее успеть все заснять. Вот дорога, по которой я приехал. Вот здесь лимит 35 в час скорости. Ну вот, какая дорога здесь. Пойдем гулять парку. Ну вот здесь какой-то сарай, скамеечки, где можно сесть. Вот есть такой мангал. Ну и конечно, как здесь без мусора. Бездомные и другие люди сюда приходят и оставляют мусор. Вот такой вот аварийный сарай. И как вы видите, люди живут вот в таких вот огромных коробках здоровых. Смотрите, какой дом, наверное, 400 квадратов. Или даже 450. Вон американский флаг. Вот жизнь какая у людей. Но мы не забудем, какие налоги этот человек будет платить в конце года. Вот еще один огромный дом. Слава богу, я не живу в таком доме. Ко мне не приходит налог по 20 тысяч долларов, чтобы платить такое каждый год, чтобы жить в такой огромной коробке. Нет, спасибо. Вот, мы заходим в зону парка. Прогуляемся вместе. Сейчас я вот так вот остановлюсь. Чтобы вы могли спокойно посмотреть, где я нахожусь сейчас. Ну хорошо, идем вперед. Я очень люблю ходить по природе. Знаете, в Америке мне вам нечего так сильно показать. Здесь для меня ничего интересного нету, кроме одного. Природы. Здесь, в штате Огайо, прекрасная природа. Это считается как фермерский штат. Здесь 25 или 30 процентов всего штата занимается фермерством и хозяйством. Поэтому здесь очень много осталось природы. И я рад, потому что есть такие места, штаты, в Америке, где ты будешь часами ехать, чтобы добраться до какой-то природы. А здесь, возле моего дома, это все очень близко. Пару километров от дома. Вон, кстати, смотрите, олень впереди. Вон стоит. Смотрите. Смотрит на меня. Пшут. 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 Беги. Заморозился. Вот дворы у людей. Вот так вот олени бегают. У людей на дворах. Хорошо. Мы идем вперед. Нужно ходить осторожно, потому что две недели назад я подскользнулся в этом же парке, когда я вышел прогуляться. Кроссовки у меня были скользкие и старые, все изношенные. И я, к сожалению, подвернул себе ногу. И две недели почти я мучился. Сложно было сгибаться. Так что сейчас я буду очень... Вот видите, только резюка уже появляется. Я буду держаться за деревьями, чтобы не упасть второй раз. Я буду по листве я ходить. Да, лучше по листикам буду ходить. Вот, вот. Кстати, я подвернул свою ногу прямо вот на этой горке, которая идет на низ. В этот раз я буду умнее. И я буду идти по листве. Вот так вот. Все. Ребята, вот прекрасная вам природа. Это огромный плюс, который я люблю в Америке. Типа... Ну, опять я вам повторяю. Я не хвалю Америку за природу. Потому что эта природа здесь была тысячу лет до моего прибытия и до Америки. Поэтому тут в США ни при чем. Это все от Бога. Это все его творчество. Но я вам говорю, что в сложной жизни в США все, что окружает меня здесь в жизни, одно, что мне помогает справляться, там, психикой, чтобы спокойнее быть, разнообразие немножечко в жизни. Это быть наедине с природой. Природа в этом штате классная. Пару километров в любую сторону и вы столкнетесь с такой природой. Вот так вот. Ну, хорошо. Значит, мы пойдем вперед. Вообще, тут так классно. Посмотрите на эти классные окружения. Побудьте со мной на природе в 4К качестве. Вы сейчас все находитесь со мной, друзья. Какая здесь тишина. Обалдеть. Полная тишина. Я могу пойти туда, потеряться где-то. Или я могу пойти вот сюда. Знаете, давайте мы пойдем вот сюда вот. Мне кажется, здесь будет красивее. Я буду прямо среди леса. Вот так вот. Вот так вот. Кстати, сейчас 15.38 времени уже начинает немножечко темнеть. Я хотел успеть выйти из дома, чтобы вам показать эту прелесть на улице. Сейчас я остановлюсь и сделаю такой медленный круг. Вон впереди что-то нас встретит скоро. Какая-то речка. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы подойдем туда. Кажется, я попал уже на дорожку. Так что здесь будет легче пройтись. Так что, да, вот как я вам говорил, что в Америке мне вам просто нечего показать. Здесь каждый живет по себе. Здесь так нечего ничего показать, кроме прекрасной природы и таких вот красот. Может быть, кому-то это неинтересно. Может быть, у кого-то цели в Америке другие. Заработать денежки. И больше их ничего не интересует жизни, кроме денег. Ну, каждому своем. Меня интересует здоровье, счастье. Как ты в душе себя чувствуешь? Кто тебя любит? Природа, красота вот такая вот меня интересует. Мы пришли, ребята, в такую вот речку. О, замороженное, смотрите. Как здесь классно. Красота какая. Вау. Смотрите на это. Вот такая речка. Побудьте со мной. Вот такая вот красота. Видите, какой густой лес. Густой-густой, как в какой-то сказке. Обалдеть. Вот я люблю такие вещи. Мне вот найти такой лес в любой стране, и я буду счастливый. Я буду вникаться полностью в такой атмосфере. Вот здесь лавочка. И дальше, вы видите, лес продолжается. Густой-густой-густой-густой лес. И вот видите, как жалко. Я здесь нахожусь недейственно. Здесь ни одного человека нету. Вот такое вот место. И никто не увлекается такими красотами. Я сейчас, наверное, перепрыгну. Сейчас пойдем на эту сторону. Значит, вот откуда я пришел. Я лазил по тем горам на той стороне. Я пришел от того густого леса. И я был вон там где-то. А сейчас я уже на этом берегу. Привет, мир. Куда нам еще пойти? По путешествиям. Хотя... Наверное, я пойду туда наверх. Мне интересно, там уже какие-то жилые дома стоят в дистанции. Может быть, я доберусь до туда. Мне придется лезть на гору. Смотрите. Здорово. Вот такая вот речка красивая, видите? Хорошо. Один пойдет. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует... Я пройдусь близко к забору и посмотрю, что там я могу сделать. Будем испытывать это место. Будем путешествовать по горе. Надо подышать свежим воздухом. Две недели я мучился, теперь дышу свежим воздухом. О, олень впереди. Класс. Так он убежал, к сожалению. Ой, хорошо. Вот вам проволока. Демократия. Проволока демократии. Колючая. Видите? Фокусируйся камера. Ладно, вот такая проволока. Фух. Ну вот, ребята. Смотрите, я только что залез наверх. Вот река снизу. Я уже нахожусь наверху. Будем идти дальше. Посмотрим, что там я найду. Может быть, столкнусь еще с каким-то оленем. Было бы прикольно. Класс. Вот вам экшен, друзья. У кого-то аж дом стоит. Смотрите, прямо на горе. Вон, далеко-далеко. У кого-то там дом. Вот так вот. Ну. Налоги платят. 20 тысяч в год или больше. Ради бога. Пусть наслаждаются. Как я говорю. В таких районах, где лес, природа. Утых налоги. По 20-25 тысяч в год. За дом. За землю. Но зато здесь преступности почти никакой нету. Здесь жилье очень дорогое. Стоит по полмиллиона. Поэтому здесь проблем нету. С перестрелками, с убийствами. Как в обычных американских городах больших, крупных. Мы залезаем наверх. Еще ползаем наверх. Вон, друзья. Я был вон там. Вот та речка снизу. А теперь я залез сюда. Вот откуда я лез. Отсюда. Хорошо. Пойдем вперед. Посмотрим, где будет конец в парке. Тут уже немножечко запущены всякие кусты. Вот так сюда пойдем. Сейчас пролезем через дерево. Фух. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот для вас путешествие Может быть для кого-то этот ролик будет скучный Они будут прокручивать его Я понимаю, мы живем в таком дурном поколении Тиктокеров Все на тиктоке Им делать больше нечего Тикток, тикток Никто уже не хочет смотреть ничего длинное Но может быть Из моих 2000 подписчиков Кто-нибудь все-таки Оценит эту красоту И им понравится это И может быть они полностью Оставят этот ролик включенный И не будут его даже перематывать Но я уверен, что большинство Не будут смотреть этот полный ролик Потому что Мы живем в таком поколении Где ни у кого нет внимания Все хотят что-то за 6 секунд быстро посмотреть Промотать И забыть Вот так вот Вот я сейчас на горе Как вы видите Вот дом снизу Который был в начале парка Вот он снизу Я уже тогда буду спускаться Посмотрим, что будет видно на вершине Вот так вот Красота какая Я рад с вами прогуляться Я тоже рад сам прогуляться Я две недели кашлял Ужасно Вчера три разных лекарства выпил Все в доме тоже заболели Вале дали диагноз гриппа Официально по тесту Василек тоже сильно болел Все мы очень страдали Очень болели Очень долго Полмесяца Это, наверное, первый раз Я выхожу на улицу Потому что Сейчас погода Плюс шесть А воскресенье уже передают Будет вообще Минус десять градусов Это уже нереально Невозможно выйти на улицу Я сейчас, наверное, поставлю паузу И вернусь до вас Но перед всем, как я это сделаю Я вам хочу показать Вот Я еще нашел одну речку Маленькая Ну, не речка, а болотка такая Друзья, я уже спускаюсь на низ Прошло пару минут Здесь даже снежок какой-то остался Еще пару дней назад Вон, снежок И какие-то зверечки уже лазили Видите? Отпечатки лапок Тут даже ягодки Красненькие какие есть Сейчас уже шестнадцать часов Почти на часах Я уже буду возвращаться назад Здесь слегка больше, чем двадцать тысяч соток открытой земли Я благодарен администрации, что они уделили такую прекрасную территорию для всех Но, как вы видите Очень редко кто-то воспользуется Вот так вот Людям это все подарили И никто не воспользуется Вот, друзья Я там был наверху И приземлился на низ А тут уже написана табличка Частная территория Вот Видите? Частная территория Тех, которые нарушат И пройдут эту территорию Будут Принесены К ответственности Вот что висит здесь на табличке Наверное Собственник дома Вот он Он, наверное, уже видит меня Смотрите Наверное, думает Что здесь за чувак? В холодном дне Единственный человек Вышел на улицу Они, наверное, меня в биноклях Видят Вот так вот Что? Будем Возвращаться назад В парковочную зону Ну Как сказать вам Ролик Ни о чем Вы просто Прогулялись со мной В лесу Побыли со мной Полчаса Тем более Я очень долго Не выпускал Никакие контенты Зато вы Побыли со мной Полчаса Может быть И чуть-чуть Даже больше Так что Кто скучал по мне Вы Побыли со мной В прекрасном качестве Видео 4К Вы Побыли со мной Вот Как Солнышко Сверкает И Кстати Те Которые Смотрят Меня На телевизоре Обязательно Проверяйте Качество Видео Чтобы В настройках У вас Стояло 4К Если Вы Не Поставите 4К Оно Может Только Поставить На 480 Или 720 Качество На Ютубе Или 720 Или 1080 Но Самое Лучшее Качество Это 4К Это Будет Написано 2160 2160 2160 Будет Написано 4К И Вы Тогда Сможете Увидеть Все Мои Кадры На Моем Канале В Полном Расширении В Настоящем Режиме Вот Вы Можете Увидеть Каждую Детальку Каждой Веточки Дерева Полностью Можете Увидеть Меня Так Что Да Ребята Не Забудьте Проверяйте Качество В Вашем Плеере Чтобы У вас Было Самое Наилучшее Качество На телевизоре Вот Друзья Где я был Вон Там На той горе Удивительно Сюда Приехали Другие Люди Я Встретил На Дороге Представляется Хоть Кто-то Другой Наслаждается Природой Я Думаю Я Тут Один Вот Приехали На Такой Машине Там Там Был Мужчина Среднего Возраста Его Жена И Двое Деток Вот Они Приехали Наслаждаться Природой Вот Кстати Сарай Он Закрытый Под замком Но Я Могу Тут Посмотреть Что У них Тут Как бы Дырочка Сарая Вот Еще Снежок Остался Друзья Расскажите Мне Если Вам Интересны Такие Контенты То Скажите Мне Мне Хотелось Бо Знать Я Буду Тогда Почаще Выпускать Прогулки На Природе Потому Что Я Вам Говорю Здесь В Америке Нечего Вам Показывать Что Вам Показать Магазины Которые В Беларуси Они Тоже Есть В России То же Самое Все Что Тут Такого Показывать Нечего Тут Такого Показывать Поэтому Если Вам Нравится Такие Прогулки То Расскажите Мне В Комментариях Что Вы Думаете Я Буду Добираться За Машиной Показывать У У Мне Было Прекрасное Время Подышал Прекрасным Воздухом Это Тоже Важный Организм а не сидеть в квартире как в тюрьме нужно выходить на улицу друзья даже если холодно одевайтесь тепло солнышко светит вот елочка красивая смотрите какая в этом лесу их мало так вот я вот здесь нашел пару елей ну хорошо друзья я буду направляться до машины и будет видно что я буду делать дальше другу пойду посмотрим сейчас мы пойдем сюда Такая интересная стена. Как будто бы какие-то дикие животные тут живут, не знаю. Возможно. Такое вот интересное, смотрите. Пшеница какая-то растет. Так что да, друзья, пишите мне, что вы думаете про мои прогулочки. Буду почаще снимать такое. Ну, как я вам говорил, большинство, наверное, будут перематывать видео быстро. Они хотят экшен, они хотят там тему какую-то. Знаете, порой просто хорошо побыть на природе с друг другом. И не париться ни о чем. Не думать мозгами сильно. Просто побыть наедине с природой. Сейчас мы посмотрим немножечко поближе. Пошпионим, что тут американцы делают. Они живут возле этого парка. Дверь была открытая. Это у них маленький сарайчик. Вот у них остальная часть дома. Короче, огромный дом. Граффити. Художник какой-то тут нарисовал. Кто-то стулочку здесь оставил. Смотрите, прикол. Скаменька вот стоит. Вот на какой машине приехали эти вот другие люди. Я вам скажу, нормальная машина. Более-менее. Я видел намного круче машины. И вот, кстати, вот этот вот дом. Посмотрите, сколько тут окон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать окон. Тринадцать, четырнадцать. И еще гараж со вторым этажом. Представляете? Вот в каком доме живут некоторые американцы. Сейчас мы приблизимся. Вот какие двери у них. Ну, что вам сказать. Здесь спокойно, тихо. Приступлений тут очень мало. Тротуаров на дорогах нету. Значит, здесь никто пешком не ходит. Это тихо, тут лес, тут природа. Ну, может быть, какой-то доктор купил себе здесь дом. Может быть, хирург какой-нибудь или юрист, который получает огромную зарплату. И они могут позволить платить двадцать тысяч долларов в год или даже больше, двадцать пять тысяч долларов в год налог, чтобы здесь проживать в тишине. Где его не будет мучать преступления. Высокая нагруженность дорог. Смотрите, тут почти машины даже не ездят. Видите, гора какая. Это надо мне добираться туда наверх, чтобы ехать домой. Вот по такой горе. Давайте еще раз посмотрим на этот дом. Красивый дом. Дед Мороз в окне, смотрите. Красивый дом. Я, наверное, для интереса посмотрю попозже, сколько, какая стоимость этого дома. Вот так вот, вот такая дорога. Тихо, спокойно. Тут у кого-то трактор Санта Клаус. Смотрите. Работает. Подключил его к электричеству. А здесь что? Здесь у него какой-то огород. Не знаю даже. Вы сами напишите мне, что вы думаете. Все, друзья. Пришло время нам прощаться. Спасибо, что вы прогулялись со мной. И отдельное спасибо всем, кто не промотал видео вперед. Как обычно все делают. Может быть, поставьте такие длинные ролики на кухне где-нибудь для фона, чтобы вы просто послушали голос мой, побыли со мной, поддержали меня. И тоже побывали на красивом месте, на красивой природе. Я вам напишу в ролике, где этот парк находится и покажу вам на карте. Вот так вот. Вот так вот. Ну хорошо, друзья. Всем пока. До следующего раза. Увидимся еще скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok